Наверное, каждый помнит, как в детстве наши бабушки и дедушки говорили «Ох, колени болят, наверное, к дождю». И тогда нам это казалось смешным, а сейчас мы и сами так говорим. Но не потому что постарели, а потому что многие молодые люди страдают метеозависимостью и даже об этом не подозревают. Болит голова? Так это устал на работе или не выспался? Так как же узнать, есть ли у вас метеозависимость, о каких болезнях она может сигнализировать и как от нее избавиться? Узнаем у нашего эксперта. Метеозависимость – это нарушение адаптации организма человека к изменениям погодных условий. То же самое можно назвать метеочувствительность, метеопатия. Это все синонимы. Термин существует, исследования есть. Но как такового диагноза нет. Он не входит в международную классификацию болезней. Но на организм, конечно, влияет изменение погодных условий очень серьезно. Особенно у людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, те, кто в той или иной степени имеют синдром вегетативной дисфункции, смена температурного режима, смена атмосферного давления, то есть повышение его или понижение, содержание кислорода в воздухе, повышенное или пониженное, те же самые осадки, дождь, снег, туман, град, полнолуние, геомагнитные бури – это все влияет. Если брать метеозависимость, различают несколько типов. Мозговой тип – кардиологический, смешанный, остыноневротический и неопределенный. Но мозговой тип – понятно, что беспокоит головокружение, головные боли, шум, звон в голове, в ушах. Кардиологические – одышки, тяжесть за грудиной, сердцебиение. Смешанные, соответственно, и то, и то вместе сочетаются. А остыноневротический – это те, кто подвержены повышенной возбудимости, раздражительные, в общем, все не так, все не эдак. И, естественно, здесь получаются скачки артериального давления, беспокойства. И неопределенные – это страдают люди, у которых заболевание опорно-двигательной системы. Почему это происходит? Потому что меняется температурный режим, меняется атмосферное давление, а это все воздействует на внутренние среды организма. У него просто усугубляются симптомы, так скажем, простым языком обостряются. Что может привести к какому-то еще очередному осложнению. Вот когда, например, у нас жара на улице, соответственно, кислорода становится мало, воздух становится тяжелым. Сосуды у нас расширяются, давление, как правило, падает, сонливость, апатия, головокружение. Если похолодало на улице, кислород дышим свободно, сосуды, наоборот, спазмируются, артериальное давление тем самым повышается. И вот здесь всякие головные боли, боли за грудиной. И вот здесь в это время чаще встречаются осложнения, которые чреваты при гипертоническом кризисе – инсульт, инфаркт. Если вы пациент, который страдает заболеваниями суставов, то, конечно, в холодную погоду старайтесь, чтобы они у вас были в тепле, чтобы боль не усиливалась. То есть как-то себе стараться помочь. Но если уже человек знает, что он метеозависим, метеочувствитель, нам, слава богу, гидромедцентр предупреждает, здесь нужно что сделать? Уменьшить количество нагрузок. Если вы работаете, не берите там и не делайте больше, чем вы должны сделать. Или надо мне берите. Уменьшите время провождения в интернете. Нормализуйте свой сон. То есть дайте организму отдохнуть, чтобы был полноценный сон. Употребляйте больше воды. Питание должно быть соответственное. Ну, в смысле, не должно быть тяжелым питание. То есть перейти на здоровый образ жизни. А сейчас мы поговорим, как наш организм регулирует температуру и почему некоторые из нас все-таки мерзнут даже в самых комфортных условиях. И поможет мне с этой темой сегодня мой соведущий Михаил Губернаторов и врач-эндокринолог Светлана Мансагова. Михаила, вы мерзнете? Для меня эта проблема очень актуальна. Потому что я мерзну всегда и везде. У меня всегда с собой либо горячий чай, либо плед, либо грелка даже дома у меня есть. Поэтому, ну вот я, кстати, читал, что обычно, кстати, мужчины меньше мерзнут, чем женщины. Хотел бы как раз вот у врача уточнить, почему я такое исключение? И правда ли, что это... или это миф, что мужчины мерзнут меньше, чем женщины? Этот вопрос достаточно спорный. Хотя были проведены исследования, проводилось измерение температуры тела у мужчин и у женщин. И оказалось, что среднесуточная температура и ночная температура чуть выше у мужчин на 0,5 по сравнению с женщинами. Но, как правило, многочислий исследований говорят, что гендерной особенности различий не существует. Это связано с тем, что у мужчин выше метаболизм организма. Это увеличивает продукцию тепла. А у женщин есть особенность в том, что у них больше слой подкожно-жировой ткани. И за счет этого они выделяют меньше тепла. И метаболизм также уменьшен. Соответственно, они не могут производить больше тепла, чем это требуется. Вы меня успокоили, что у меня все в норме. Но скажите тогда, почему организм так по-разному реагирует? У нас есть индивидуальные особенности восприятия температуры. В принципе, при комфортной температуре воздуха, это 20-22 градуса, мы можем чувствовать себя всегда комфортно. Но есть люди, которые все-таки отличаются большей восприимчивостью к холоду. У женщин есть особенности, связанные они физиологически, с тем, что у них больше процентов жировой ткани в организме по сравнению с мужчинами. У женщин 25% жировой массы организма, у мужчин 12,5%. И также есть разница в количестве мышечной ткани. Мы знаем, что у мужчин все-таки мышечная ткань в организме больше в сравнении с женщинами. Также физиологически заложено так, что жировая ткань откладывается там, где требуется защита внутренних органов. И у женщин жировая ткань в основном защищает детородные органы и откладывается в области бедер, живота. А у мужчин больше в области плеч и торса. Получается, это защитный механизм от природы самой, да? То есть так специально сделано, чтобы мы температуру переживали проще? Физиологически так было заложено. Плюс еще у нас есть особенности выработки гормонального фона. Есть какие-то социальные или культурные аспекты, связанные вот с этим явлением, да? И почему все-таки вот с женщинам холоднее, чем с мужчинам? На терморегуляции женщин влияет уровень женских половых гормонов. В женском организме вырабатывается гормон эстроген, который приводит к расширению сосудов конечностей, и это увеличит потерю тепла. В то же время вырабатывается прогестерон, который приводит к сужению сосудов кожи, для того, чтобы удержать тепло вокруг внутренних органов. Это приводит к тому, что женщина чувствует себя более зябко в комфортной температуре тела. В данном случае также это связано с тем, что есть такая поговорка холодная, руки, горячее сердце. Это как раз применимо в данном случае к женскому организму. Также отмечается, что именно эстроген за счет расширения сосудов конечностей приводит к снижению температуры рук и ног у женщин на 3 градуса по сравнению со всем остальным телом. Часто ли вы сталкиваетесь в своей практике с вопросами касательно температуры тела, что люди пытаются понять, почему у них поменялся, когда-то терпели холод и жару, а теперь менее? Ну, не так часто, но такие запросы поступают, и пациенты приходят, чаще всего жалуются на зябкость. Бывает такое. И мы в данном случае пытаемся исключить патологию щитовидной железы, которая проявляется в виде снижения функции щитовидной железы, иначе это называется гипотерез. То есть это является зябкость, одним является патогомонических признаков именно гипофункции щитовидной железы. Ну, либо женщина обращает в определенный период времени именно с приливами и повышенной потливостью. Пока вас сушу, даже согрелся. Ну, вот получается, женщина обращается чаще, верно? Я могу поспорить. Есть мужчины, которые мерзнут. Недавно я буквально столкнулась с этим, и поэтому и решила узнать, вот есть же такие случаи, когда мужчины мерзнут? Есть, конечно, случаи, это связано с индивидуальными особенностями органилины, с теплообменом, который достаточно серьезно регулируется нашим центральным плавным мозгом. И это зависит от уровня жировой ткани. Мы знаем, что, допустим, у женщин количество и толщина подкожно-жирового слоя чуть больше. В среднем она может достигать от 2 мм до 10 мм. А у мужчин толщина подкожно-жирового слоя другая. Плюс еще есть небольшая разница в строении подкожно-жировой клетчатки у мужчин и женщин. У мужчин подкожно-жировая клетчатка располагается горизонтально в виде кирпичиков несколько рядов, а у женщин подкожно-жировая клетчатка располагается вертикально, как полоски у зебры. Также у мужчин клетка с жировой тканью чуть меньше, и она меньше делится. Это может приводить в том числе к изменениям и ощущениям чувствительности к теплу, в данном случае закаливания, наверное. Я бы, наверное, больше предложили контрастные души. Это будет больше улучшать вашу работу нервной системы и способность к восприятию температуры тела. Если вы хотите согреться, то, наверное, в данном случае лучше предложить физическую нагрузку. Мы прекрасно понимаем, что когда мы занимаемся спортом, любой физической нагрузкой, у нас увеличиваются обменные процессы за счет работы мышечной ткани. Тогда лучше оптимальный способ, как нормализовать себя, чтобы мой организм хорошо воспринимал как холод, так и тепло. Советы, наверное, обычные. Это регулярная физическая нагрузка не менее 30-40 минут в день, рациональное питание, которое мы можем рекомендовать абсолютно всем, режим труда и отдыха, обязательно сон от 6 до 8 часов для того, чтобы ваш организм был в хорошем состоянии, не восприимчив к факторам окружающей среды. В здоровом теле здоровый дух и хорошая терморегуляция. Спасибо за интересную беседу. Многие люди даже в теплое время года жалуются на холод. И уверена, что многим нашим телезрителям хочется узнать, что стоит за этим с психологической точки зрения. Наш организм такое целостное образование, и очень все логично в нем взаимосвязано. Поэтому психологические факторы могут подлежать тоже в основе вот таких ощущений. Стресс и тревога причина холода. Сильная эмоция, она вызывает спазм определенных мышечных групп. Плюс сюда подключается гормональный дисбаланс, и гормоны кортизола, адреналина вызывают и спазм периферических сосудов, и ощущение холода. А с психологической точки зрения, почему мужчины и женщины по-разному воспринимают холод? Женщины более эмоционально, и причиной тому действительно особенности их подкорковой системы, экстрапирамидной подкорковой системы. Это что? Это та структура, которая в большей степени отвечает за эмоциональный фон. И в данном случае можно сказать, что для мужчин важна больше аналитика. Сначала проанализировать ситуацию, а потом уже эмоционировать. Женщины приписывают действительно эмоциональную функцию. То есть если женщина говорит, что ей холодно, это может быть связано с ее эмоциональным состоянием? И с физиологическим тоже. В данном случае нельзя ориентироваться только на один симптом. И я всегда на своих консультациях рекомендую использовать вот такой вот лист динамического наблюдения, лист самочувствия. Что здесь? Здесь мы часто обращаем внимание на то, сколько день человек двигается. Потом вот в таком графическом формате, там снежинку рисую, да? Вот это те самые ощущения холода, есть или нет. Потом необходимо посмотреть уровень артериального давления в самом начале дня и после нагрузки. А стресс в течение дня был или нет? И какой это стресс? Общий эмоциональный фон, настроение. Ценить по 10-бальной шкале от 0 до 10 баллов. Если ощущения холода взаимосвязаны как раз вот со стрессой природы, с дефицитом двигательной активности или наоборот с артериальным давлением, то далее уже решать, к какому специалисту обращаться. Ясно. А может ли мерзлявость быть связана с психологическими травмами вот из нашего прошлого, из детства? Есть такое понятие, как эмоциональная память и телесная память. И есть ощущения, конечно, которые уходят в нас глубоко, бессознательно. И мы это подчас не прорабатываем, не выплескиваем, не проговариваем ни с кем и в большей степени запечатываем. Возможно, какое-то такое критическое замечание, которое запомнилось вам из детства. И в этот момент вы испытали резкий спазм сосудов, ощущение мышечной дрожи, сердцебиение. И дальше вот это закрепляется с определенным отрезком дня, с определенной такой вот ассоциацией. Телесная память работает, и вы опять возвращаетесь в эту эмоцию. А как насчет детей? Могут ли какие-то психологические факторы влиять на то, что мерзнут дети? У детей в целом эмоциональная система, эмоциональная сфера очень подвижная. Поэтому дети дают, конечно, вот такую вот вычурную, да, очень выраженную эмоциональную реакцию. И в том числе и могут жаловаться на ощущение холода. Еще стоит обратить внимание на те модели поведения, которые родители демонстрируют. И за дня в день детки, да, видят вот эти модели поведения. Поэтому и мальчики подросткового возраста, и юношеского возраста, воспитанные больше по женскому типу, часто дают такие возбудимые истеричные черты поведения. И тоже жалуются на мышечную дрожь, сердцебиение, боль в животе, ощущение холода в руках. Интересно, так что же получается? Постоянное ощущение холода может быть вызовом о помощи с психологической точки зрения? Здесь нужно понаблюдать, как ребенок реагирует. В ряде случаев он не проговаривает эти симптомы ни с кем. Поэтому, когда мы говорим именно о аналитическом приеме, о консультативном приеме, нужно рассматривать разные жалобы. Порой для мамы является откровением на приеме психолога узнать о том, что у ребенка дрожат ладошки. Плюс еще очень нередки случаи, когда родители накладывают табу определенные на выплеск эмоций. И в данном случае эмоции загоняются внутрь себя, внутрь организма. И дальше уже организм работает в плане компенсации. Ему запретили внешний выплеск эмоций, и поэтому я внутри испытываю вот эти некомфортные ощущения. А есть ли какие-то приемы, которые помогут людям с психологической точки зрения чувствовать себя комфортнее и не мерзнуть? Когда мы в стрессе, мы очень часто в зажиме мышечном. У нас поджаты плечи, то есть достаточно выровнять спину, расправить плечи, не вжиматься вот таким образом. Далее у нас очень часто спазмы в голосовом нашем аппарате. Для того, чтобы расслабить, достаточно проглотить слюну или попить несколько маленьких глоточков воды и сделать. Далее нам нужно обратить на наше состояние дыхания. Когда на стрессе, мы часто дышим, используя верхнее диафрагмальное дыхание, и дышим на спазме. Поэтому нам нужно перераспределить наши ощущения мышечные и вообще включить брюшной тип дыхания, который свойственен по большей части мужчинам. А начинаем со вздоха или с выдоха? С выдоха. Почему? Потому что когда мы хотим расслабиться, мы хотим продышаться. И здесь токсическая ошибка. Многих людей, они делают много вдохов, а при этом они не выдохнули первую порцию, как я всегда говорю на консультации. Выдохните свой стресс. Сначала освободитесь, а потом начинаете уже спокойно, расслабленно дышать. То есть сначала у нас идет выдох-сброс через губы. Мы отпустили это состояние. Потом пауза у нас. Мы не дышим в течение 3-4, посчитали до 7, насколько вам комфортно. Затем вдох носом и выдох через нос. Мы наверху, мы ушли в баланс и мы управляем ситуацией. Я уверена, что многие телезрители извлекут из этого много пользы. И помните, если вы мерзнете, обратите свое внимание на психологическое и эмоциональное состояние. Берегите себя и оставайтесь здоровыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова